Органы принудительного исполнения, реформированные в отдельную структуру 10 лет назад, отмечают свой 10-летний юбилей. На площадке Брестского областного общественно-культурного центра собрались представители службы, чтобы вспомнить, как все начиналось и, конечно же, наградить достойных коллег. На торжественном концерте побывали и наши корреспонденты. С 1 января 2014 года в единую структуру объединились судебные исполнители экономических судов и судов общей юрисдикции, став одним целым работающим на благо граждан и Республики Беларусь. И в юбилейный год Главное управление юстиции Брестского областного полкома чествует достойных, поздравляя судебных исполнителей с юбилейной датой. Сегодня я хотела бы поздравить своих коллег с днем десятилетия органов принудительного исполнения, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, всего вам хорошего, мирного неба над землей и большое вам спасибо за тот вклад, который вы вносите в благополучие нашей страны. Сейчас в структуре органов принудительного исполнения трудится свыше 120 государственных служащих и порядка 70 работников технического обеспечения деятельности. Для всех причастных к важной работе эта дата особенная. Эту дату ощущаю на себе непосредственно, потому что я работаю с января 2014 года, поэтому весь путь становления органов принудительного исполнения происходил на мои глаза. На работу прихожу каждый день с разными чувствами, с долей высокой ответственности, потому что работы очень много, нагрузка у нас колоссальная, ответственность за выполняемую работу тоже очень высокая и спрос за нашу работу тоже очень высокий, но в то же время я очень горжусь. Я нахожусь на государственной службе с 2009 года и горжусь тем, что видела и прошла этот путь с самого начала на сегодняшний день вместе с остальными сотрудниками. Ведь команда работников органов принудительного исполнения – это прежде всего профессионалы с большой буквы и патриоты своей Родины. Чествуют в юбилейный год не только действующих сотрудников органов принудительного исполнения, но и ветеранов. Тех, кто начинал свой путь задолго до объединения в 2014-м и заложил крепкую базу и традиции государственной службы. Работа мне очень нравилась. Я испытывала огромное удовольствие, когда я могла свою работу выполнять качественно и на хорошем уровне. Подавляющее большинство сотрудников – женщины. Это формирует совершенно особый облик и подход к работе. Хотя и мужчины с честью исполняющие обязанности судебного исполнителя уверены – это лучшая работа в мире. В этой службе я работаю с самого начала ее создания, то есть уже свыше 10 лет. Ну, работа, конечно же, очень нравится. Работа важная, необходимая. Да, она сложная, но она, тем не менее, интересная. Работа с людьми – это всегда интересно. В органах принудительного исполнения Брестской области работают грамотные и талантливые люди, которые не просто отлично справляются со своими обязанностями, но и умеют удивлять. Те, кто носит на своих форменных мундирах погоны и трудится ради справедливости, воплощая в жизнь решения судов, люди, преданные своему делу, уверенные. Впереди – новые свершения и знаковые даты. Судебный исполнитель – важная служба, которая надежна сквозь дни и года. Законность, решительность, честность и дружба сплотились в единой судьбой навсегда. Роман Альшиц, Тигрена Копян, телерадиокомпания «Брест». Продолжение следует... Продолжение следует...